Важнейший проект закона, который был нами разработан и он принят уже парламентом в первое чтение, это все, что связано с миграционной политикой. Совершенно очевидно, что сегодня вопросы о миграции требуют очень четкой и прямой правовой регламентации. Поэтому наша инициатива связана и с перераспределением полномочий федеральных и органов исполнительной власти. Вы знаете, что мы предлагаем перейти на единую унифицированную патентную систему, в рамках которой появляются новые жесткие требования, связанные не только с уплатой налога на доходы физических лиц стоимости патента, но и полиса добровольного медицинского страхования, и наличие места жительства, и ограничение по срокам пребывания и по основаниям въезда на территорию Российской Федерации, указание цели осуществления трудовой деятельности. В течение месяца лицо должно заявиться в миграционную службу для подачи заявки на получение патентов. В течение 10 дней федеральная миграционная служба проводит проверку на наличие судимости, опасных инфекционных заболеваний, подтверждение всех выплат, которые надлежит сделать трудовому мигранту, и выдача единого унифицированного документа обеспечивает возможность обмена информацией. Но что очень важное новое для общества, для нас, для граждан Российской Федерации, которые имеют приоритет в трудоустройстве и защите своих конституционных трудовых прав. Мы устанавливаем прямую обязанность регионов непосредством закрытых совещаний решать вопросы, какое количество мигрантов будет задействовано на той или иной территории, а на открытой публичной площадке через принятие закона субъекта Российской Федерации о прогнозе социально-экономического развития, в котором должен быть дан полный объективный анализ тому, каково сегодня состояние рынка труда, какое количество новых рабочих мест предлагается создать в регионе, какие новые отрасли будут развиваться, и, исходя только из этого, формировать свою объективную потребность на привлечение или не привлечение иностранной рабочей силы. Мы даем право регионам принимать решения по нулевому количеству патентов. То есть регион может вообще принять решение, что не привлекает иностранную рабочую силу, так как не видит в этом необходимости, и дать соответствующие обоснования. При этом мы создаем впервые формат, законодательный формат, обязательного взаимодействия органов исполнительной власти, представительной законодательной власти, общественных организаций и профсоюзов. Это принципиально важно. На правительство мы возлагаем обязанность ежегодного мониторинга состояния миграционной политики как в отдельном регионе, так и в целом по стране. Вы знаете, что правительство ежегодно отчитывается перед парламентом, и это будет составной частью ежегодного отчета. Равно как и губернаторы, отчитываясь перед законодательными собраниями и перед жителями регионов, обязаны будут давать информацию по качеству миграционной политики, осуществляемой регионе. Кроме того, мы считаем, что общественный контроль также должен быть усилен, и мы сегодня устанавливаем сокращенные сроки рассмотрения обращений граждан по фактам нарушения миграционного законодательства в течение 10 дней и с выездом на место. Поэтому мы полагаем, что вот такая открытая, прозрачная, сбалансированная система, в которой будут четко определены права и обязанности, а значит ответственность, может позволить нам сегодня решить те серьезнейшие проблемы, которые, к сожалению, накопились в миграционной политике. По оценке экспертов, порядка 5 миллионов иностранных граждан на территории Российской Федерации незаконно осуществляют трудовую деятельность, при этом порядка 14% из этой категории страдают опасными заболеваниями. Вот наша задача не только пресечь подобного рода нарушения, но еще и пресечь факты коррупционных прямых сделок и правонарушений в сфере миграционной политики, потому что система квотирования, к сожалению, приобрела характер перепродажи квот. И сегодня и работодатель, и субъекты, которые сами осуществляют трудовую деятельность в России, кроме поборов, никакими правами не обладают. При этом и грубейшим образом нарушаются права граждан России. Продолжение следует...